3 ноября На филфаке Российского университета Дружбы народов То бишь РУДН Открылась аудитория Азербайджанской литературы Имени Кого бы вы думали Низа Амигян Дживей Представьте себе Ну понятное дело Это всего лишь аудитория Это не какой-нибудь там Музей или целый факультет Конечно же нет Но все же мне хотелось бы Обратить на это внимание Тем более что Я посвятил немало выпусков Этому так называемому Азербайджанскому Мыслителю Литератору Я хотел бы обратиться К студентам РУДН Я понимаю что Ну это Чисто для проформы Сегодня открылась Завтра закрылась Или там Может быть кто-то и зайдет Несколько человек Там посмотреть Чего-то послушать Выйдет уйдет и забудет Да Студентам не до него Это точно Конечно зря Потому что Низами Гендживи Действительно Был Великий литератор Его Поэмы до сих пор Живут Лейли Мейджнум Семь красавиц Очень много У него Хороших произведений Я бы рекомендовал Прочитать Но Беда в том Что Низами Гендживи Если покопаться Не азербайджанский А персидский Литератор И Если Эти же студенты РУДН Захотят Копнуть Еще глубже То Узнают Что он не просто Был и остался Персидским писателем И всегда писал Только на Персидском языке Но и Азербайджанским То он стал Только С помощью Советской Власти То есть В 1930 Годах Тогда возникла Такая новая Нация Азербайджанцы Вот тогда И Стал Азербайджанским Низами Гендживи Ведь Новую нацию Нужно было Наделить Историей Новую нацию Нужно было Наделить Культурой Ну и вот Оттуда Отсюда Собрали В основном Конечно Иранское Потому что Все-таки Татары Которые Тогда так Назывались Закавказские Татары На территории Закавказья Они имели Много общего Именно с Иранской Культурой Языком С турками А вот культурой Иранской И поэтому Будучи еще И шиитами Конечно же Их наделили Больше Иранским Наследием В том числе И литературным Вы Также С удивлением Узнаете Что Низами Изгянджи Ни строчки Не оставил На азербайджанском Языке Вы можете Конечно Спросить У своих Одногруппников Сокурсников Руден Почему так Случилось Почему Ваш Азербайджанский Писатель 12 века Не написал Ни строчки На азербайджанском Языке Я могу за них Вам ответить Они вам скажут Что в то время На востоке Франко-лингва Для литераторов Был именно Персидский язык Именно поэтому Низами Генджи Писал На персидском Языке Конечно же Это так и было Но не везде Например На арабском Востоке На персидском Не писали На арабском Востоке Писали Именно на Арабском Языке Но В Персии Самой И значит В ираноязычных Странах Естественно Которые сейчас Называются Афганистаном Таджикистаном И так далее Конечно же Персидский язык Являлся Лигмафранкой Но тем не менее Пусть ваши Азербайджанские Коллеги Покажут Хотя бы Маленькую Записочку Бог с ним Снизами Генджи Ну не написал он Ни строчки На азербайджанском И ладно Ну не знал он Этого языка Но кто-то же Должен был В 12 веке Написать На азербайджанском Языке Ведь в 12 веке Если была Такая нация Если была Такая страна То наверняка Были и другие Какие-то мыслители Наверное Какие-то ученые Может быть Математики Астрономы Восток Тогда славился Всем этим И наверняка И у азербайджанской Нации Были какие-то Такие же Мыслители Которые писали Ну если Литература Была Тогда на персидском Языке То Что сказать По поводу Математики Например Других наук Точных Или Гуманитарных Наук Уж тут Точно бы На Персидском Языке Не писали Например Армяне Писали на Армянском Языке Науку Свою То есть Вплоть до Литературы Не только Литература Там и Биология Математика И медицина И так же И у грузин Грузины писали На грузинском Языке А вот У азербайджанцев Как-то все не так Они писали Почему-то Всегда На персидском Языке А не На Своем Азербайджанском Языке То есть Получается Грузины И армяне Писали на Родном языке А вот Азербайджанцев Лингва Франка Был только Персидский Может быть И дома Они говорили Только на Персидском Языке Все просто Потому что Не было Такого Народа Как я уже Сказал Низами Стал Азербайджанским Лишь В 30-х Годах Ну Естественно Эту тему Попросили Самим Азербайджанцам Не сами Они это Придумали Ну Ну И развивают По сей день Я удивляюсь Сначала Вернее Удивлялся Почему Молчит Иран Почему Молчит Таджикистан Но Иран Молчит По Религиозным Причинам Потому что У них Во власти Сейчас Мулы Это не Светское Общество И Они считают Азербайджанцев Как бы Своей Одной Народной Семьей Потому что В Исламе Вообще Нет Национальности Ну Во всяком Случа Не должно Быть А в Шиитском Исламе Это Как-никак Все-таки Особенно В Иране Теократическое Государство Там Это Наиболее Интимно Проявляется То есть Азербайджанский Леон писатель Персидский Леон писатель Ну Иранцы Думают Как бы Это Все Наше Общее По По поводу Того Где он Родился Да Он родился В Гянджи Отсюда И Гянджи Соответственно По этим Причинам Азербайджанцы Его приписывают К себе Но тогда Не было Азербайджана Тогда была Персия И Гянджа Находилась На территории Персии Мало Что он Родился Там Ну Например Скажем Маяковский Родился В Грузии Ну Стал ли он От этого Грузинским Писателем Или Например Задорнов Всем нам Известный Да Который Все время Высмеивал Запад Прибалтов Американцев И так далее Он родился В Латвии Стал ли он Латышским Писателем Сатириком Конечно же Не стал Или Бургаков Который Родился В Украине В городе Киеве Но от этого Он не стал Украинским Писателем Он просто Русский Писатель Да Но почему-то Вот именно Низа Ами Генжи Ви родившейся В Генже Когда еще и не было Азербайджана Эти-то ладно Родились Тогда Когда была И Латвия И Грузия И Украина Но какой же Азербайджан В 12 веке Вы Уважаемые Студенты Можете Я даже Показывать вам Не буду Сами Погуглите Посмотрите Где там В 12 веке Вообще Азербайджанский Народ Не то что там Сам Азербайджан Да Ну Есть еще Такой Ну это уже 15 Правда Век На Сиемин Это уже позже Низами Который В отличие От Низами Вообще Не родился На территории Современного Вот Азербайджана Где сейчас Он находится Азербайджанская Республика Да Так почему Тогда На Сиеми Который Родился В Сирии В Алеппо И там же Кстати Умер Почему Он не считается Тогда Сирийским Писателем Арабским Писателем Почему Его приписали Азербайджанским Если уж Исходить Из логики Самих Азербайджанцев Кто там Родился Значит Принадлежит Им Так На Сиеми Да не в Азербайджане Родился Более того И Низами И На Сиеми Не имеют Даже Тюркской Основы Имени На Сием Что такое По-Азербайджански На Сием Нет такого Слова Вообще В Тюркском Если есть То это Перенятая У Иранцев Несим В переводе Сфарси Означает Утренний Свежий Ветерок А как По-Азербайджански Утренний Свежий Ветерок Вот Вот То-то И оно Ну Так же И Физулии Скажем Да Это уже Там Еще позже 16 век Да Который Родился В Ираке Опять же Почему Он не Арабский Писатель Не Иракский Писатель И Кстати говоря Псевдоним Его Физули Тоже Подсказывают Что он родился В Кербеле В районе Физу Вот вам И все Вот эти Псевдонимы Которые Тоже Не имеют Ничего Отношения К Тюркам Я Нисколько Не хочу Не хочу Ущемлять Чье-то Достоинство Мне Очень Жаль Что Во главе Угла Сейчас В некоторых Вузах Не наука Наука Должна Свирепствовать Но ее Нет Она Все Исходит На нет Сейчас Какие-то Гранты Деньги Нашептывания А давайте Сделаем А давайте Назовем Ну давайте Приплатим Если нужно Давайте Накормим Если нужно Вот и вся Наука Во всех Вузах Ну ребята Вы студенты Вам дальше Работать Вам дальше Жить Вы должны Знать Настоящую Науку Настоящие Вещи А не то Что вам Подкидывают Под ваше Брюхо Берите Ешьте Глотайте И не важно Что это К науке Не имеет Отношения Это Тухлятина Не трогайте Ее Если вам Дают Что-то Подобное Просто Проверьте Сами Сейчас Очень Много Литературы Сейчас Открытый Доступ В интернет Можете На русском Проверить Можете На других Языках Проверить На английском И вы Поймете Что вам Пихают То Что вам Не нужно Не было И нет Никакого Азербайджанского Народа В 12 Веке Кстати говоря Письменная Литература Азербайджанцев Она стала Появляться Где-то с конца 15 Века Только Письменная Литература Какой же Низами 12 Век И Напоследок Хотелось бы Вам Показать Маленький Отрывок Из Душанбе Где я Был Год назад Преподаватель Таджикского Душанбинского Университета Вот Что Сказал О Значит Том же Низами И да Кстати Низами Подлинники Может прочитать Только Таджик Или Перс Но никак Не азербайджанец Можете Предложить Одно и то же Произведение В подлиннике Низами Таджику И Азербайджанцу Наверняка У вас В РУДН Учатся Студенты И таджики И азербайджанцы Вот Предложите им Эти подлинники И вы Удивитесь Когда Таджик Прочтет И переведет А А азербайджанец И лыком Вязать Не будет Вот вам И азербайджанский Писатель Вот вы Коснулись Вопроса А Низами Правильно Низами Справился В Азербайджане Но Ни слова Не писал На азербайджанском На тюре У него Даже есть Сихотворные Где Он еще Толком На сихот Созойм Если перевести Значит Говорит На турецком языке Даже Как бы Мне Недостойно Как он И когда Его Петерица Он основоположник Хамса Как называют Хамса Арабская Петерица Потом Это традиция Дальше пошла И у Науэ Это было Это Петерица Хамса Его Переводы Именно И то что Азербайджанцы Его знают Через переводы Интересно Что Да Таджики Могут читать Подлинники Азербайджанского Поэта А азербайджанцы Его читают Только в переводе А азербайджан